Благословенные минуты субботнего богослужения Приветствуем вас, наши возлюбленные сёстры и братья! Мы с большим удовольствием хотим начать наше богослужение. Мы рады, что можем разделить эти благословенные минуты субботнего богослужения вместе с вами. Верим, что у вас всё замечательно, и Господь вас хранит и оберегает. Для того, чтобы настроиться на наше служение, давайте объединимся в молитве, и мы попросим Алиму помолиться. Дорогой Всевышний Бог, мы благодарны тебе за этот день, за этот покой, за твою любовь. И просим сейчас, пожалуйста, открой наши сердца, чтобы полностью это служение, чтобы мы посвятили тебе, узнали о тебе больше. Благослови каждого из нас, ты пребудь вместе с нами. И мы просим это всё во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Позвольте вам зачитать строки из Священного Писания. Псалом 135. Благодарите Господа, ибо Он благ, ибо вечно любовь Его неизменная. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Давайте мы вместе с Давидом прославим нашего Творца пением гимна. Славьи Бога богов, ибо вовек милость Его. У Него источник жизни. Возрастая в Нем одно, Вместе мы придём в Отчизну. Мы одна семья, В Нём едины мы, Когда цель одна, В Нём едины я и ты. Пусть в домах живёт любовь, Наполняя сердце пеньем, Сам Господь отдам зажжёт, И взливает в мир благословенье. Мы одна семья, В Нём едины мы, Когда цель одна, В Нём едины я и ты. Пусть земли хранит в семье, Созидая милость в Божьему, Благопетствуя Христе, Станем светом мы на земле. Мы одна семья, В Нём едины мы, Когда цель одна, В Нём едины я и ты. Отец, мы все твои дети, Семьё, едины, Связаны мы. Твою любовь пусть как ты заметит, Расскажем миру, Расскажем миру, Как дивен ты. Отец, мы все твои дети, Семьё, едины, Связаны мы. Твою любовь пусть каждый заметит, Расскажем миру, Как дивен ты. 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 Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, кто один творит чудеса великие, благодарите. Вечно любовь Его неизменная. А после таких прекрасных слов давайте объединимся в одном общем гимне. Иди с высот небесных, Дух истинный святой, И посети нас грешных, И страждущих душой. О, пусть обод священный, Зажжет нас правдный свет. Воруй нам неизменно, Хранит святой завет. Сомнений и неверий Растут все с каждым днем. Уноши нашу веру в борьбе с грехом и злом, Нам свыше дать терпенье и силы побеждать. Постигнуты гоненья, Дух истинный святой завет. В священную, Божий чудо, Зайди, как те века. И пусть проникнет всюду Свидетельство Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, Я рад вас видеть на субботней школе. Я рад, что мы с вами в своих семьях, в малых группах, можем вместе изучать Слово Господне в это непростое время. Согласитесь, что Господь нас ведет своим истинным путем. И мы верим, что Господь поможет нам преодолеть эти трудности. И сегодняшний прекрасный урок наш называется «Неограниченные возможности», которые Господь нам дает. Призывая нас на служение, Господь нас наделяет особыми своими дарами, талантами, способностями в служении. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, Бог не оставляет своих детей, когда призывает на служение. Иногда кажется, я хожу в церковь, но я не имею даров и талантов. Если мы так считаем, мы ошибаемся. Каждый из нас имеет дары. Каждый из нас ценен в глазах Господа. Господь называет нас светом мира. Господь называет нас, что мы соль земли. Господь нас призывает быть этим светом, этой солью. И Господь при этом нас наделяет дарами для того, чтобы соответствовать свету и соли. Памятный стих, памятный текст нашего урока записан 1 Коринфянам 12 глава 11 текст. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Здесь мы видим работу Святого Духа, который дарует своей церкви дары каждому члену церкви, каждому брату и сестру. Каждому последователю Иисуса Христа Христос дает дары. И эту работу совершает Святой Дух. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, наверное, вы задумывались, я тоже задумывался над тем, какие различные были ученики у Иисуса Христа. Они не были все такими покладистыми, хорошими, знаете, аккуратными людьми. Они были все различными, они были разными людьми по темпераменту, по способностям. Мы видим Петра, который был лидером, холериком, инициативным человеком. Мы видим других учеников, которые имели другие склонности, другие способности. Кто-то был рыбаком, кто-то был сборщиком налогов, кто-то просто читал Слово Божие, больше пророчества исследовал, а кого-то Бог призвал в другом служении. Мы видим, ученики не были похожи друг на друга. Дорогие братья и сестры, давайте мы прочитаем с вами послание апостола Павла, которое он пишет Коринфянам, и посмотрим вот в этом послании, к чему он призывает, и ответим на один очень важный вопрос для себя. Апостол Павел говорит в послании Коринфянам в 12 главе. «Ибо как тело одно, оно имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и елены, рабы или свободны, все напоены одним духом». Мы читаем дальше с 18 по 22 текст. «Но Бог расположил члены каждой в составе тела, как Ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. И, напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нюжнее». И вот вопрос, дорогие братья и сестры. «Что эти тексты нам говорят о нужде в людях с разными дарами?» Дорогие друзья, мы видим с вами, что Бог, каждого призывая, наделяет различными дарами. И каждый из нас ценен. Каждому из нас есть место в теле Христовом. Кого-то Господь наделяет даром проповедовать, кого-то даром учительства, кому-то дает Господь дар голоса петь, кто-то может встречать людей в церкви. Различные дары есть, они все ценные. И мы читаем с вами в Священном Писании, что Бог является подателем всех даров. Бог – податель всех благих даров. Да и аминь. Но давайте ответим на один вопрос. На один очень вопрос. Кому Бог дает духовные дары? Мы читаем с вами Евангелие от Марка, 13 главу, 34 текст. «Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать». Также мы читаем послание Коринфянам, 12 глава, 11 текст. «И все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». В притче о домовладельце мы видим, что Господь каждому дает по силе, каждому слуге дает по возможности. И в церкви у каждого есть свое дело, которое поручает Господь. Дорогие братья и сестры, Бог наделяет свою церковь, своих детей духовными дарами, способностями, талантами. Но давайте ответим на один вопрос. В чем предназначение этих духовных даров? Апостол Павел нам дает ясный ответ в этом. Мы получаем от апостола Павла, от Господа, ясное понимание этого. Послание Ефесянам, 4 глава. Мы читаем с вами с 11 текста. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Дорогие братья и сестры, предназначение заключается в том, Господь хочет, чтобы церковь была сплоченной. Господь хочет, чтобы церковь была, как написано, светом и солью. Церковь несла миссию, евангельскую весть для того, чтобы достигать народы, чтобы весть благая могла достичь, чтобы люди обрели спасение. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мы можем сказать, я давно в церкви, я хожу в церковь, я знаю свои духовные дары. А бывает такое, что мы не знаем своих духовных даров, и хотели бы мы знать свои духовные дары. Например, когда я пришел в церковь, ходил в церковь определенное время, я подходил к пастору, к пресвитеру, говорил, дорогой брат, дорогой служитель, дорогой пастор, скажите мне, где, какие у меня духовные дары? Я хочу знать. Дорогие братья и сестры, я думаю, что вы тоже задаетесь такими вопросами. И правильно будет, если каждый из нас будет знать свои духовные дары. Нам Бог советует через Священное Писание определить свои духовные дары. И как мы можем определить духовные свои дары? Давайте мы прочитаем с вами несколько мест из Священного Писания. Мы читаем с вами Евангелие от Луки, 11 глава, 13 стих, где говорится, «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Таким образом, в этом тексте мы видим обетование, обетование о том, что Господь готов даст нам, дать нам Духа Святого, если мы будем просить у Него. Послание Иакова, 1 глава, 5 стих, говорит нам, «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». И здесь мы видим призыв обратиться к Богу за мудростью, за советом. Мы можем обратиться и попросить у Господа совета, мудрости, руководства и в отношении даров, просить у Господа, «Господи, покажи мне, укажи мне, какими-то дарами Ты меня наделил, чтобы я мог бы совершать служение в церкви, служение проповеди Евангелия». В Евангелии от Матфея, в 7 главе, 7 стихе, мы читаем с вами, «Просите, дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам». Наше дело, дорогие братья и сестры, искренне, с открытым сердцем, просить у Иисуса Христа, чтобы Он помог нам определить наши духовные дары, полагаясь на эти обетования, положившись руку свою на эти обетования, и я уверяю, Бог поможет каждому из нас определить свои духовные дары, где мы можем увидеть свои духовные дары, с радостью потом служить. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, и очень важный момент – это взращивать наши дары, которыми мы наделены от Господа. Господь нас наделяет дарами. Читая книгу притчи в Евангелии от Матфея, в 25 главе, где говорится о притче о талантах. Это прекрасная притча, которую Иисус Христос сказал. Когда хозяин дома своим рабам оставил таланты. Одному дал пять талантов, одному две, одному один. И они хотели, чтобы эти таланты они развивали, использовали. Вот эта притча, дорогие друзья, самое главное этой притчи, на что нас наталкивает? Что происходит, когда мы не взращиваем наши таланты? Притчи о талантах в 25 главе Евангелия от Матфея. Почему первых двух рабов Господин похвалил, а последний был осужден? В чем была причина? Дорогие братья и сестры, мы порой, подобно этому рабу, который получил один талант, пытаемся закопать наш талант, и не взращиваем, и не развиваем. А Бог хотел бы, чтобы мы развивали, взращивали. Предлагали Господу, чтобы Господь Иисус в нас жил. И этот дар, эти способности развивались во славу Его. Давайте мы прочитаем с вами одну из выдержек Духа Пророчества. Что говорит Дух Пророчества об этой ситуации в притче? «Негодный раб не использовал данный ему Господином талант, и он не умножился. Вечной истиной является то, что закон служения становится живой связью, соединяющей нас с Богом и с другими людьми. Неверный раб упустил свою возможность служить, и в итоге потерял способность служить». Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, вот в этом и есть наша красота. Красота, которую Господь создает. уникальность, что мы различные. Кто-то по темпераменту филигматик, холерик, меланхолик – это тоже красота Божия. Господь дает нам различные дары для служения. Дорогие братья и сестры, если взять нас самих, каждого из нас, мы уникальны, мы уникальны. И каждый из нас красив, каждый из нас уникален и ценен в глазах Господа. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы могли с дарами нашими, талантами нашими, могли служить во славу Божию. Там, где мы находимся, в наших общинах, в наших городах. И в конце я хотел бы пожелать вам стих из Священного Писания. Послание апостола Павла Римлянам, 12 глава, 11 текст. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Пусть Господь всех нас благословит. Аминь. Вы замечали, что наша жизнь полна ритуалов. Подумайте об этом. Выпускные вечера, свадьбы, похороны. Все они представляют собой новые этапы или большие перемены в жизни. Также крещение, семейные домашние или субботние богослужения в общине имеют решающее значение для духовного роста. Но правильно ли в обычных условиях в субботу оставаться дома, вместо того, чтобы идти в церковь? Согласно Библии, суббота – день покоя и священного собрания. От еврейского слова «микро», что означает «сбор» или «собрание». Это значит, что Бог ожидает нашего участия в еженедельном коллективном ритуале вместе с другими людьми. Нас также предостерегают, чтобы мы не оставляли собрания, но увещевали друг друга и тем более, чем более усматриваем приближение Дня Онного. Как бы ни были хороши новые технологии и возможности онлайн-трансляций, нас предупреждают не оставаться дома и, если есть возможность, стремиться к публичному, а не виртуальному богопоклонению. Помните, суббота – это священное собрание. Подумайте о том, что мы можем делать в субботу вместе – молиться, общаясь с Богом, исследовать и слушать Его Слово, петь, воздавая Ему хвалу, а также приносить десятину и приношение, тем самым признавая Его подателем всех благ. Несмотря на то, что в наши дни десятину и основную часть даров можно перечислить в Церковь при помощи электронных средств платежа, все же очень важно, чтобы каждый член семьи учился поклоняться Богу, принося Ему дары на каждом общественном служении как акт поклонения. Возвращая десятину и участвуя в сборе даров, уделите время, чтобы укрепить душу, объединившись с братьями и сестрами в молитве. Подумайте о ближайшем будущем, когда вы сможете общаться с самим Христом, принимая участие в небесном богослужении. Пусть Бог будет на первом месте нашей жизни, а наше желание на последнем. Мой друг пригласил меня прокатиться на машине, но меня немного тревожило, что я оставляю свою семью одну дома. Пока мы катались, начался сильный шторм, из-за него деревянное здание нашей церкви рухнуло на мой дом. Мы поблагодарили Бога, что, несмотря на то, что здание нашей новой адвентистской церкви обрушилось, благодаря Божьей защите никто не пострадал. Буквально несколько лет назад я еще не был адвентистом. Я жил в старом доме на пересечении главных улиц города. Среди жителей были люди, которые в зимнее время очень нуждались в горячей пище. Когда впервые появились адвентисты, они проявили сострадание и стали приносить еду. Порой чашка теплого супа – это лучший путь к сердцу человека. На территории моего двора они разместили морской контейнер, где предлагали людям пищу и общались с ними. Многие из нас ощутили их искреннюю заботу, поэтому мы слушали библейские истории, которые были полны надежды. Через свое служение, пропитанное любовью, эта группа адвентистов завоевала наши сердца, и мы стали им доверять. Со временем некоторые из нас приняли крещение, и мы построили деревянную церковь рядом с моим домом. Это мой дом. Активная церковная деятельность продолжалась здесь на протяжении последних десяти лет. Это то место, где мы построили церковь. К сожалению, ее больше нет, так как ее разрушил шторм. А вот там стоял морской контейнер, где мы раздавали горячую еду в зимнее время в течение четырех-пяти лет. Поначалу большинство прихожан не являлись адвентистами, и по сей день все обстоит так же. Только около половины людей, которые приходят на субботние служения, являются крещенными членами церкви. Другая половина приходит, потому что видит, насколько адвентисты седьмого дня способствуют миру и благополучию в обществе. Также эта церковь активно занимается с юными умами. Каждую неделю в церковь приходит около 200 детей на продленку и репетиторство. Детей каждый день кормят. Многие родители и дети получают особые благословения через это безвозмездное служение волонтеров из церкви и местных жителей. Благодаря деятельности этой церкви у детей повышается успеваемость в школе. Руководство государственных школ выражает свою благодарность адвентистской церкви даже во время публичных мероприятий. Мы верим, что каждый придет, чтобы услышать о Боге. Мы открыто приглашаем всех тех, кто хочет узнать о нас больше. Для желающих мы организуем малые группы по изучению Библии. Мне нравится то, что мы делаем. В этом проявляется принцип служения Иисуса Христа. Мы строим взаимоотношения, узнаем нужды людей и стараемся им помочь. Затем мы направляем их к Богу. По профессии я строитель. После того, как деревянное здание церкви обрушилось, мы мечтали построить для Бога новое место для служения Ему. И чудным образом Бог вмешался и послал нам участок и средства. Сейчас 20 человек изучают Библию и двое из них готовятся к крещению. Мы усердно помогаем нуждающимся людям. В свободное время я помогаю строить дома тем, у кого их пока нет. Я верю, что однажды они увидят во мне проявление Божьей любви так же, как мы видим ее в адвентистах седьмого дня. Я хочу поблагодарить волонтеров, пионеров и церковных служителей, которые приехали сюда. Субтитры создавал DimaTorzok Быть дома миссионером просто. Достаточно иметь телефон и подключенный интернет. Отправьте запрос на WhatsApp номер и вы получите короткие аудиопроповеди, с которыми можно делиться с другими людьми. А еще вы можете прислать номера телефонов тех, кому мы можем отправить эти аудиопроповеди. Также напоминаем вам, что на коротких волнах идет вещание радиопрограмм на коренных языках. Настройтесь на правильную волну. Делитесь надеждой. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Hope Media Central Asia, где вы можете найти различные видео, такие как караоке, вести надежды, детский рассказ, семинары, а также проповеди. Чтобы не упустить наши видео, нажимайте на колокольчик. А сейчас объявление. Приглашаем вас на первый музыкальный онлайн-фестиваль североказахстанской миссии под названием «Мы вместе», который состоится сегодня, 8 августа, в 6 часов, на YouTube-канале «Церкви Адвентистов 7 дня Западная». Переходите, подписывайтесь и присоединяйтесь. Привет, дорогие мои! Я очень рада в эту субботу опять быть с вами. Однажды Виталик увидел в детской энциклопедии фотографию, на которой были изображены бактерии и микробы. Эта фотография была сделана под микроскопом. Виталик очень удивился. Оказывается, абсолютно везде и даже на наших руках могут жить такие микробы и бактерии, хоть их и не видно без микроскопа. Но вы знаете, ребята, что есть разные бактерии и микробы, бывают полезные, которые помогают, например, в работе нашего желудка. А есть болезнетворные бактерии, которые творят болезни. И если, например, погладить собаку, или в магазине взяться за ручку дверцы, или поиграть в песке, или поиграть с мячиком, то болезнетворные бактерии тут как тут. Именно поэтому, ребята, нужно часто мыть руки, чтобы бактерии и микробы не могли проникнуть в наш организм. Виталик совсем не любит болеть и не хочет, чтобы разные бактерии и микробы хозяйничали в его организме. Поэтому он моет руки перед едой, после игры, после улицы. Раньше, еще до того, как люди изобрели мощные микроскопы и смогли разглядеть микробов, они не понимали, как происходит заражение инфекцией. Люди редко мылись, редко стирали свою одежду. Именно поэтому они заражались разными болезнями и умирали в том числе. Но Бог в Библии уже давным-давно оставил законы чистоты. Например, в Левитам написано, человек постирает свою одежду и будет чист. И Бог дал целый ряд, целую инструкцию, как человеку не заражаться болезнями, что нужно делать, как нужно себя омывать, как за собой ухаживать, чтобы не заразить ни себя, ни других людей. И вы знаете, в те давние времена, когда не было ни таблеток, ни уколов, ни больниц, Божий народ не страдал от повальных болезней. Даже они могли оставаться здоровыми, даже путешествуя по пустыне и живя в палатках. Господь не зря дал все эти законы. Он хочет оградить человека, чтобы человек был здоров. Бог хочет оградить и нас с вами. А нам с вами нужно прислушиваться к Божьим законам и исполнять их. Господь хочет, чтобы у нас с вами были чистыми не только руки, но и наши сердца. Об этом написано в Библии. Но разве мы можем помыть наше сердце с мылом? Конечно, нет. А что это за грязь такая, которая пачкает не руки, а сердце? Речь идет здесь о грехе. Потому что плохие мысли, обидные слова, дурные поступки исходят из злого сердца. А человека с добрым сердцем сразу можно увидеть по его приветливой улыбке, по добрым словам, которые он говорит, и по замечательным поступкам. Однажды Анечка с грустью сказала, «Я нагрубила маме и поссорилась с Никитой. Это значит, что мое сердце теперь нечистое». Но папа ее поддержал и сказал, «Я вижу, что ты раскаиваешься. Да, то, что произошло, это плохо. Но ты теперь попроси прощения у мамы и помирись с Никитой». И вы знаете, ребята, когда мы просим прощения у Бога и раскаиваемся, Он очищает наше сердечко. Ребята, сегодняшнее задание вам будет нарисовать как можно больше хороших поступков. Присылайте нам на вот этот вот номер, и мы в следующий раз обязательно их посмотрим. До новых встреч! Пока! Ты осветил меня святостью своей, Ты полюбил меня до сотворенья мира. Я слышу голос твой ветра дуновенья, Как я люблю, люблю твое имя. Царь мой, Бог мой, Неботворец, чудный Отец, Вет живой, святой, Биенье сердец наших в твоих руках. Возвращаю к тебе мое сердце И жизни моей быстротечность, Принимаю в подарок наследство Вечность, вечность, Вечность там, в небесах. Жизнь прекрасная будет у нас, Бог приглашает тебя, Ответь, скажи ему, Да в небесах. Жизнь прекрасная будет у нас, Бог приглашает тебя, Ответь, скажи ему, Царь мой, Бог мой, Неботворец, чудный Отец, Жизнь живой, святой, Биенье сердец наших в твоих руках. Мир вам, дорогие братья, Дорогие сестры, Возлюбленные Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы имеем преимущество снова обратиться к Священному Писанию, к Слову Жизни, которое не только насыщает нас, но изменяет наше сердце, наше понимание, наше отношение к жизни. И сегодня мы с вами обратимся к очень известной истории, которая записана в Евангелии от Марка в 6 главе. Я приглашаю вас открыть свои Библии. Евангелие от Марка, 6 глава, и мы будем читать с 34 текста. Иисус, выйдя, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Давайте остановимся здесь. Конечно, мы понимаем, что когда мы читаем Евангелие, нам важно смотреть те или иные истории, как их описывают разные евангелисты. И это очень интересно смотреть. Почему? Потому что люди, даже смотря одну и ту же проповедь, или общаясь, или где-то, может быть, смотря какой-то фильм, по-разному воспринимают, отмечая детали, те, которые не отмечают другие, и наоборот. И вот здесь мы прочитали у евангелиста Марка, что Иисус, Он видел множество народа, и Он жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Кого видел Иисус? Верующих людей. Верующих людей, которые с детства были научены молитве, были научены Писанию, были научены вере. Но здесь мы читаем о том, что Иисус, видя множество народа, Его сердце, оно просто-напросто сжималось от боли. Почему? Потому что Он видел, они живут без пастыря. Да, у них были руководители, у них были синагоги, у них был храм, у них было жертвоприношение. Они много чего знали, теоретически. У некоторых были даже какие-то практические опыты с Богом, но тем не менее, множество народа, с которым встречался Иисус, они не имели пастыря. Имеешь ли ты пастыря, живого, всемогущего Бога в своей жизни? Водит ли Он тебя к водам тихим? Или ты надеешься на церковь, на хорошие проповеди в интернете? Вы знаете, почему это важно для Иисуса, и почему это было важно для Марка и других евангелистов, которые отмечали все это? Иисус, Он ставит вопрос ребром. Он очень переживает о человеке, если человек только внешне религиозен. И его жалость каждому персонально, если человек еще не познакомился и не развивает отношения с великим Богом. Жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Можно себе только представить, как беспомощны овцы, если у них не будет пастыря. И наш пастырь, твой и мой пастырь, это наш Господь Иисус Христос, наш Творец, Владыка всей Вселенной, Он жалился над тобой, надо мной. Он видит, что мы очень нуждаемся в пастыре, как овечка нуждается в пастыре. И Он приходит, Он учит, Он вдохновляет, Он исцеляет. В Евангелии от Матфея, в параллельном месте мы можем читать, что Он исцелил многих-многих больных из числа этого множества народа. А Марк пишет, и начал учить их много. Почему для Христа было важно не только исцелять, изгонять бесов, но учить много? Потому что самая главная задача Христа была, это не только исцелять и изгонять бесов. Задача Христа была спасти человека отдельно, отдельно, каждую личность и все человечество в целом от проблемы греха, от смерти. Именно поэтому Иисус не только исцеляет, не только изгоняет бесов, не только творит чудеса, но Он учит, и учит, мы читаем, много. Он, как добрый пастырь, учит каждого из нас и хочет, чтобы до нас дошли Его слова. Дальше мы читаем, следующий текст, 35-й. «И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Иисусу, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Ученики проявляют особую заботу об Иисусе, о народе, ну и, конечно, о себе. Они подходят к Иисусу и говорят, «Слушай, это же не молитвенный дом, это же не храм, это не приспособленное для обучения людей место. Место пустынное. Люди голодные». А почему голодные? А потому что ты их учишь очень много. Твоя проповедь слишком длинная. Нужно остановиться на перерыв. Отпусти их. Пусть они идут, пусть они купят хлеба, и мы все отдохнем. Что делает Иисус? 37-й текст. «Он сказал им в ответ, «Вы дайте им есть». И сказали ему, «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их, «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали, «Пять хлебов и две рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве и сели рядами по сто и по пятидесяти. Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. Было же, евших хлебы около пяти тысяч мужей. О чем мы читаем здесь? Господь не спорит со своими учениками, Он не доказывает им, что люди могут быть голодными, а Он предлагает им, «Вы дайте им есть, накормите их». Вы знаете, здесь глубочайший урок для нас, верующих людей. Иисус всякий раз говорит, «Посмотри, что у тебя есть». У тебя есть очень много, даже если ты думаешь, что у тебя ничего нет. И ты можешь поделиться чем-то, и тебе будет что отдать, если ты будешь это делать для славы Божьей. Если это ты будешь делать для людей, которые нуждаются в том, чтобы увидеть, что Христос, Он не просто великий учитель, это Творец, это Бог, могущий делать чудеса. И что происходит? Вот это небольшое количество хлеба и рыбы превращается в огромное количество продуктов питания. Люди часто в истории Земли мучились от голода, переживали. И сегодня люди заботятся о том, чтобы не пропасть от голодной смерти, закупают себе продукты, пытаются на черный день запасти побольше себе всего. Бог говорит, «Посмотрите, если у вас есть Господь, если у вас есть теплые, дружеские отношения с Ним, вы никогда ни в чем не будете нуждаться. Доверьтесь тому, кто сотворил небо и землю, и источники вод». И происходит это чудо. «Ели все», 42 текст, «и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. Было же, евших хлебы, около пяти тысяч мужей». Удивительное чудо. Иисус учит своих учеников. Иисус хочет показать всем людям, которым он до этого давал знания Царства Небесного. Что он не просто великий учитель, он всемогущий. И необходимо доверять этому Богу. Конечно, можно себе представить, какое это произвело волнение в среде вот этого народа. Мы читаем, что около пяти тысяч только мужей было. И, конечно, это чудо, оно вдохновляло, и оно просто-напросто обескураживало многих людей. Это же надо! Какое чудо! К вечеру совершил Иисус. И вот дальше мы читаем в 45 тексте. «И тот час понудил учеников своих войти в лодку и отправился вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ». Что делает Иисус? Когда поднимается вот этот ажиотаж, когда люди не просто услышали весть, когда они не просто услышали научение, а потом это учение Христово было подкреплено вот этим чудом насыщения, и люди хорошо покушали, они насытили свой желудок, и это было реальным чудом. Люди, конечно же, были воодушевлены, они желали новых чудес, они теперь готовы были идти за Христом, куда бы Он их ни позвал. Так бывает в нашей жизни. Когда что-то в нашей жизни получается, мы такие окрыленные, такие воодушевленные, мы готовы за Христом идти хоть куда. И вот Христос что делает? Он в этот же час, Он заставляет буквально учеников своих войти в лодку и уплыть. Почему? У Иисуса есть на все свое объяснение. Иисус хочет научить нас, чтобы мы не были падкими на чудеса, чтобы мы в своей жизни надеялись на Бога не потому, что Он делает в нашей жизни чудеса, а потому, что Он наш Бог, Он наш Спаситель, Он наш Друг, и Он хочет, чтобы мы доверяли Ему. Будет ли хлеб в нашей жизни, или останется только духовная пища? Иисус заставил учеников войти в лодку и отправиться на другую сторону. А Сам Он должен был отпустить народ, распустить с миром сытых, довольных, распустить по домам, чтобы они могли подумать, чтобы они могли взвесить все, чтобы они могли осмыслить, какая проповедь была сегодня, какие великие чудеса они видели. Через Иисуса Христа. Не Он ли Мессия? Не Он ли Спаситель мира? И дальше мы читаем. «И отпустив их, пошел на гору помолиться». Здесь для нас тоже очень серьезный урок. Иисус Христос, особенно после вот таких больших побед, побед в глазах людей, потому что люди больше запомнили это чудо насыщения хлебом и рыбой, нежели то, чему учил Христос. Как часто и мы. Мы что-то хорошее, что-то материальное, что-то такое объяснимое, что-то такое, что можно пощупать, что можно попробовать, чем можно воспользоваться. Мы это от Бога желаем получать всегда. А вот те духовные истины, которые более важны для нашего вечного спасения и для нашего счастья на этой земле, мы упускаем. Вот почему Иисус уходит на гору и там молится. Он молится о том, чтобы мы научились правильные вещи выбирать в своей жизни, приоритеты расставлять верно, искать прежде всего небесного царства, а не чудес, какими бы они великими, важными и актуальными нам не казались. «Вечером лодка была посредине моря, а он один на земле. И увидел их, бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их». Марк, описывая эту историю дальше, говорит, «Иисус молился, а потом он видит, начинается буря. И он больше и больше начинает переживать о своих учениках, которых он избрал. Он знал, что очень скоро ему надлежит уйти из этого мира, пострадав через Голговский крест. И он очень-очень переживал о том, чтобы ученики поняли весь небо, чтобы они поняли Иисуса Христа, его миссию, и могли бы радоваться не только тем чудесам, которые Бог им даст возможность творить, но чтобы они радовались тому, что они знают лично великого Творца. Бог видит, когда в твоей жизни начинается буря. Бог видит, когда ты не видишь Его в своих тяжелых обстоятельствах. Где бы ты ни был, даже если ты в центре бури, ты не одинок. Потому что Иисус не только молится о тебе, Он идет к тебе навстречу. И Он верит, Он надеется, Он доверяет тебе, что ты излег уроки из того, что ты видел накануне этой бури, что Иисус всемогущий, что Он все может, Он никогда не оставит никого, Он жалился над людьми, Он жалился над тобой, Он тебя никогда не оставит, и Он готов тебя вдохновить здесь, в этой буре, когда ветер твоей жизни противный. И вот мы читаем, Иисус, идя по морю, подошел к ним и хотел миновать их. Слава Богу, что Марк записал эти слова. Он хотел миновать их. Что это значит? Он хотел пройти мимо них, мимо вот этой лодки, которая качается на волнах, которая готова утонуть. Почему Иисус хотел миновать их? Потому что хотел видеть, что Его ученики, они повзрослели, они стали сильнее. И вот эта буря им уже не страшна. Они верят в Иисуса, они знают, что если Иисус отправил их в это плавание, Он знает, куда Он их отправил. Он может на них надеяться. Иисус хотел увидеть мужество Петра, Иакова, Иоанна, Фомы и так далее. Он хотел видеть, как они усмиряют бурю, как они достойно борются с этой бурей, говоря, Господи, Ты наш пример. И когда мы видим Тебя в своей жизни, нам нечего и некого бояться. Вот почему Марк пишет, что Иисус, проходя, хотел миновать. Он хотел убедиться, что ученики этот тест сдадут на отлично. И дальше мы читаем следующий текст. Они, то есть ученики, увидев Его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели Его и испугались. Удивительно, удивительно, ученики, которые ходили с Иисусом каждый день, которые кушали с Ним, общались с Ним, видели немало чудес и творили немало чудес. Они видят Христа в волнах, в буре, который идет мимо них, вдохновляя их. И здесь мы читаем удивительные вещи. Они подумали, что это призрак, и вскричали. Я не знаю, как часто до этого они видели призраков. Когда в последний раз вы видели призрака? Я, к примеру, может быть, в мультике про Карлсона. Не знаю. Но вот здесь эти ученики, все, они увидели одно и то же. Они увидели Христа, но приняли Его за призрака. Почему? А потому что все мы, к сожалению, мы больше хотим видеть чудеса, и вот мы хотим наесться вот этого хлеба, этой рыбы. Но вот то, о чем нас учит Христос, мы к этому, к сожалению, сердце свое не прилагаем. И они вскричали, взрослые мужчины, они кричат, мы читаем здесь, они испугались. Почему испугались? И мы здесь четко читаем, Марк пишет, 50-й текст, ибо все видели Его и испугались. Друзья мои, иногда сквозь бурю мы смотрим на нашего Спасителя, на Христа, и пугаемся. Пугаемся друга, пугаемся нашего Спасителя. Это странное дело, я бы сказал, даже это страшное дело. Вот что делает страх с нами, вот что делает враг человеческих душ. Мы смотрим на Христа, на Христа, который идет воодушевить нас, который идет, опять-таки, чудесным образом по волнам, посередине моря. А мы, видя Христа, ужасаемся и боимся, что происходит. Вы знаете, мало видеть Христа. Нам нужно знать Его, нам нужно с Ним почаще говорить, нам нужно именно Его слушать, а это значит каждый день читать вот это слово Библию. Нам нужно знать, чему учит нас Господь через это Священное Писание. Мы очень часто думаем, что мы знаем Христа подобно ученикам. Они видели силуэт, они сто процентов увидели, что это вот очень похож на Христа, но это признак. Призрак, они так подумали, они так помыслили, а знаете почему? А потому что мышление наше греховное. И если мы не прилагаем усилия для того, чтобы читать вот это слово, вкушать его как хлеб, постоянно, для нас живой Христос, спешащий нам на помощь, он будет приносить страх, испуг, и мы будем кричать от этого страха. И тот час, читаем мы дальше, Иисус заговорил с ними и сказал им, ободритесь, это Я, не бойтесь. какой удивительный Господь и Бог наш. Он не упрекает нас, когда мы делаем ошибки. Он не винит нас в том, что мы его называем призраком, фактически обзываемся на Бога. Но он в тот же момент, когда видит, что наша вера тускнеет, что она ломается, Он открывает свои уста и говорит, ободритесь, ободритесь, это Я, не бойтесь. Вам не нужно бояться, говорит Иисус. О, как Он хотел пройти мимо и потом посмотреть на небеса и сказать, Господи, Отец, ангелы, драгоценные, посмотрите, как выросли эти ученики, насколько они быстро продвигаются в вере. Но, к сожалению, этого не произошло. Но, что делает Иисус? Он не опускает руки, Он продолжает нам доверять. И это здорово, это здорово, не бойтесь, это Я. И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе, и дивились. Изумлялись чрезвычайно где? В себе. Никто из них не сказал, Иисус, прости, прости меня, прости нас, как церковь, как учеников, что мы чего-то не поняли из тех уроков, которые ты излагал накануне. И следующий текст говорит нам, почему они изумлялись, страшились и дивились. Ибо невразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. вот это святое писание, оно взывает сегодня и каждый миг каждому человеку. Твое и мое сердце, оно нуждается в изменении, оно нуждается в замене. Мы нуждаемся в плотяном сердце, в сердце, которое будет воспринимать учение Христа, которое будет доверять каждому обетованию Божьему. Нам нет нужды бояться, нам нет нужды опускать руки, нам нужно бояться своего неверия, нам нужно бояться ни эпидемий, ни отсутствия лекарств, ни отсутствия продуктов, нам нужно бояться отсутствия Бога в лодке моей жизни. Именно поэтому Господь вновь и вновь приходит к тебе в твою лодку и говорит ободрись, не бойся. Там где я, там хлеб, там где я, говорит Иисус, там жизнь, там где я, там не будет страха, а если тебе будет очень страшно, то я распростру свои руки, и я успокою тебя на своей груди. Дорогие мои братья и сестры, сегодня время читать Библию, сегодня время слышать голос Иисуса Христа, меньше Ему говорить, вопияя о своих нуждах. Иисус знает твои нужды. Нам необходимо больше и больше времени проводить в слышании слов Христа. Готов ли ты больше времени посвящать тому, чтобы быть со Христом, подниматься на гору, и где бы ты ни находился, в лодке ли, на земле, на горе, в подземелье, Иисус хочет с тобой общаться. Иисус хочет вдохновить тебя, а через тебя многих других людей, с которыми ты можешь говорить по телефону, через интернет, встречаясь с братьями, с сестрами, с соседями, вдохновлять ли ты их будешь, ободрять, сможешь ли ты это сделать? Да, сможешь, если будешь со Христом, если в лодке твоей жизни будет начальник жизни. И пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы для себя взяли за правило каждый день не меньше часа читать Божье Слово, не меньше часа молиться, и тогда для нас ничего не будет страшным в этом мире. Мы будем радоваться тем испытаниям и тем возможностям прославить нашего Спасителя точно так же, как сделал это Он своей жизнью, Голговским крестом, и как это сделают впоследствии ученики, говоря, что жизнь моя Христос и смерть приобретения. Пусть Господь вдохновит каждого из нас каждый день ходить со Христом, дышать им, жить им, и пусть Всевышний Иисус благословит нас верою, надеждою и силою, радостью и счастьем. Аминь. Приглашаю вас к молитве. Господь дорогой, мы так благодарны Тебе за слово Твое. Мы благодарны Тебе за то, что каждый из нас лично может с Тобою общаться. Научи нас слышать Твой голос и видеть Тебя и не бояться ничего в этом мире. Благослови каждого брата и сестру, всех наших родных и близких, чтобы мы доверили Тебе всю нашу жизнь без остатка и ничего не боялись, осознавая то, что скоро Ты придешь и заберешь нас в небесную отчизну, где не будет боли, страха, болезней, эпидемий, смерти. И потому, Господи, доверяя Тебе, мы славу за все приносим Божие, как Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Спасибо за слово наш дорогой пастор. Будьте благословенны. Пусть Господь вас обильно благословит, дорогие наши сестры и братья. Спасибо, что вы были с нами на протяжении этого богослужения. На этом наше утреннее служение заканчивается, но суббота продолжается. И у нас есть время, которое мы можем уделить нашим друзьям, нашей семье и всем людям, которые нуждаются в этой надежде. Мы желаем вам благословенной недели и с нетерпением будем ждать вас до следующей субботы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok